Раз пришли, раз завоевали, эти свои паспорта нам раздали, ну терпите теперь, терпите или поднимаете вопрос о том, чтобы отправили обратно всех. Пророк, мир ему и благословение Аллаха менял имя только в том случае, если это имя несло какой-то негативный характер. То есть, если имя в переводе означает, что ты божество или что ты дьявол, допустим, человек с именем Сатана не может принять ислам и дальше оставаться Сатаной. Ну, это грубый пример. Если вот есть... На колокольчик. Там все, почему ты говоришь в шалях? Шали это город, ты же не говоришь в грозных. Шали это шали, нужно говорить в шали. А что ты говоришь? Мы же не говорим в грозный, мы говорим в грозном. Тогда по твоей логике нужно говорить в грозный и нужно говорить в Москву. Шали, в Нью-Йорк, в Варшава. Вот так нужно говорить по твоей логике. Потом у тебя такое лицо, как будто сейчас будешь извиняться. Но не исключено, Эвил, если надо извиниться, будем извиняться. Если есть за что. Потому что шали, ну, это склоняется в шалях. Или если ты... Понятно, если ты будешь говорить в городе шали. Как бы ты сказал, например, Кремль находится в городе Москва. Но если ты не говоришь в городе, Кремль находится в Москве, ты говоришь, ты склоняешь. Так же ты шали, склоняешь. Артем. Зачем чеченцы едут в Москву, если это цитадель разврата христианства и всего самого плохого с точки зрения ислама? Как ты относишься к идеям марксизма и рабочего интернационализма? Каким ты видишь отделение Чечни и ее развитие в дальнейшем? Прошу вас дать развернутый ответ на эти три вопроса. Зачем чеченцы едут в Москву, если это цитадель разврата христианства и всего самого плохого с точки зрения ислама? Чеченцы, я думаю, абсолютно правильно едут в Москву. Потому как Москва пришла в Чечню, раздала нам свои паспорта, сделала нас насильно гражданами своей страны. Теперь пускай терпят. Если я получил паспорт гражданина Российской Федерации, причем тот паспорт, который мне абсолютно не нужен был, я его не просил, ко мне пришли, меня завоевали, в рот мне засунули этот паспорт. Значит, я, являясь гражданином этой страны, могу ездить в Москву, в Питер, куда угодно, работать там, танцевать лесгинку. В общем, вот все то, что там так не любят, значит, все это может делать нам чеченец и любой другой житель Кавказа. Пускай терпят. Я думаю, это нормально, это нормальная, адекватная такая реакция на вот этот вот приход Москвы в наш регион и вручение нам своего паспорта. Это не значит, что я поддерживаю лесгинки и так далее, я к этому отношусь негативно. Но в данном контексте, вот в данном случае, я абсолютно никак не жалею москвичей в этом вопросе. Пускай обращаются к своему правительству, к Кремлю, пускай говорят, мы не хотим видеть вот этих вот чеченцев у нас в Москве. Мы хотим, чтобы они были у себя в Чечне, в Грозном. Пусть поставят этот вопрос вот таким образом, ребром. И давайте разойдемся с вами по-хорошему. Тогда вы не будете видеть чеченцев в Москве. Введем визовый режим. На визах будем обязательным условием ставить, чтобы никаких лесгинок в Москве. Нарушил условия лесгинки депорт в Чечню. Давайте вот такие условия, как бы, правила выстроим в наших взаимоотношениях и нормально будет. Как ты относишься к идее марксизма, рабочего интернационализма? Я понятия не имею, что это такое, не изучал я эти идеи. Я ни марксизма, ни ленинизма, поэтому не знаю. Вообще, в целом у меня к этому, наверное, негативное отношение, потому как все-таки это отсылка к коммунизму, к тому, что было на протяжении долгого времени в Советском Союзе. Поэтому отношение к этому скорее негативное. Но, еще раз повторяю, я этим не занимался, не изучал. Каким ты видишь отделение Чечни, ее развитие в дальнейшем, я вижу, хотелось бы, точнее, это видеть в таком нормальном политическом ключе, без войны, без кровопролития. Хотелось бы это видеть. Но не знаю, получится ли это так. Но очень хотелось бы, чтобы это было именно так. Развитие, ну, развитие у нас, у нас есть все для того, чтобы развиваться. Есть даже сырье, нефть. Поэтому, я думаю, что наши экономисты найдут возможность развития. Ну, если он так мешает, эта лесгинка есть, она так мешает им, я понимаю, почему она мешает. Я полностью, как бы, в целом отношение к этому мне понятно. Но, и они должны, как бы, понимать, что это сами они в этом виноваты. Раз пришли, раз завоевали, эти свои паспорта нам раздали, ну, терпите теперь. Терпите или поднимайте вопрос о том, чтобы отправили обратно всех. Тумсо-то не думал о производстве чая с названием Тумсо и продавать его Крохоботам. Можно ли сказать, что Кадыровский режим показал истинное лицо чеченцев в плане мужества? Теперь стало понятно, что чеченец может быть и предательным, и трусом, и подхалимом, и таких уже большинство. Евстафий Кадакузин, при всей твоей вот этой ненависти к нам, я тебе все-таки нормально отвечу. В этом и раньше не было сомнений, что среди чеченцев могут быть и трусы, и предатели, и очень недостойные люди, подхалимы, и так далее. В этом и раньше не было сомнений. Они всегда были и будут, потому что мы не защищены от подобного Всевышним Аллахом. Мы обычный народ, как и любые другие, поэтому эти люди среди нас были всегда. Просто наш народ, чеченский народ Всевышний, облагодетельствовал тем, что мы, среди нас были достойные люди, и было их немало, и благодаря им, их мужеству, их действиям, наш народ Всевышний прославил на весь мир. Это только лишь по милости Творца происходит, по Его воле. Но мы не лишены этих всех изъянов, они всегда с нами были и всегда с нами будут. К сожалению, сейчас я не соглашусь с тобой о том, что их большинство, их не большинство. Просто сейчас у них появилась возможность вылезти. Раньше у них не было такой возможности. Сейчас они просто стали у руля, и вот эта вся нечисть, она сегодня вылезла на поверхность, и мы ее видим. А так они всегда были, и они не в большинстве, хвала Аллаху. Артем, почему в сеченских семьях так много детей? У нас много детей, потому что это... Ислам побуждает нас к тому, чтобы мы имели большое потомство. Пророк, мир и мы, с вами Аллаха, в хадисе сообщил о том, что повелевал нам, побуждал нас к тому, чтобы мы имели большое потомство, говоря о том, что он будет гордиться в день суда многочисленностью своей умы. Поэтому чеченцы являются мусульманами, и мы пытаемся следовать этому побуждению пророка, мир и мы, с вами Аллаха. Что касается вопроса сепаратистского настроения Кабардино-Балкарии, Дагестана и так далее, нам не до этого. Я не могу тебе сейчас ответить, что мы там будем или не будем. Нам бы сейчас свои вопросы порешать. Но я могу точно тебе сказать, что мы болеем за то, чтобы наши братья в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, других республиках Северного Кавказа, чтобы они тоже были независимы, имели свою государственность, чтобы мы с ними все вместе были едины в рамках одного союза, государства, как бы там ни было. Мы, конечно, за это болеем и этого желаем, так как мы являемся одной большой кавказской семьей. Мы, чеченцы, не являемся чем-то отдельным от них. Мы из них, а они из нас. Мы одна семья. Тумсо, Ингушетия вообще с зятю никогда нельзя видеться с тещей и тестем. Это противоречит шариату. Почему это противоречит шариату? Что в шариате разве есть такая обязанность видеться с тестем и тещей? Я не слышал, чтобы в шариате когда-либо зятя обязывали тем, чтобы он с ними виделся. По-моему, этот обряд, этот обычай, то есть, прошу прощения, никак не противоречит шариату. Ну, не хотят они видеть тестя и тещу. Пускай не видят. Не видится с тещей дикость и неуважение к родственникам жены. Это неблагодарные правила. Вот я поражаюсь, знаете, с чего, когда человек, не Ингуш, начинает рассуждать о том, это дикие правила или нет. Вот у вас и у нас забыли спросить Ингуши, нужно им видеться с тещей или нет. Вот обязательно после вот этого твоего комментария, завтра соберется Ингушский народ, весь выйдет на площадь, и обратиться к тебе с вопросом, не является ли дикостью то, что вот они по своим обычаям не должны видеться со своей тещей и тестем. Они забыли об этом, спросить тебя, тебя, меня и всех остальных. Почему вы лезете вот в эти вопросы? Какое ваше дело? Вот вы, вам можно видеться по вашим обычаям, это не проблема, видитесь с ними, обнимайтесь, я не знаю, сидите, танцуйте с ними, кушайте, все, что хотите, делайте. Вам никто не запрещает, Ингуши не приходят к вам и не говорят, не встречайтесь со своими родственниками, тестем и тещей. Они к вам не лезут. Почему вы лезете к ним, пытаясь объяснить, что это ненормально? Ну, это нормально, таковы их обычаи. Все, оставьте этот вопрос. Привет, Тумсо, если я приму решение принять ислам, обязательно ли мне менять свое имя, можно ли не менять? Если твое имя не несет негативного смысла, то тебе не нужно его менять. Вообще, замена имени, это не является даже чем-то желательным. Пророк, мир ему и благословение Аллаха не менял имена своих сподвижников, которые не принимали ислам, он не менял их имена, они так и оставались на своих именах. Умар, да будет довольным Аллах, не поменял своего имени, он был так и остался Умаром. Усман, да будет довольным Аллах, не поменял своего имени. Али, да будет довольным Аллах, не менял своего имени. Хотя все они и до этого были не мусульманами. Пророк, мир ему и благословение Аллаха менял имя только в том случае, если это имя несло какой-то негативный характер. То есть, если имя в переводе означает, что ты божество или что ты дьявол, допустим, человек с именем Сатана не может принять ислам и дальше оставаться Сатаной. Это грубый пример. Если есть негативный пример этого имени, то тогда оно меняется. А в остальном оно не меняется. Если тебя зовут Евгений, и Евгений, насколько я знаю, не несет негативного смысла, то ты не должен его менять. Но ты имеешь на это право, если ты хочешь поменять его, то, разумеется, ты его меняешь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...